Сказки народов мира О чем молчит Амазонка Бразильские истории Кто вам сказал, что реки не умеют говорить? Вот, например, широкая, глубокая и длинная-предлинная Амазонка, что течет по тропическим лесам Бразилии. На своем веку она столько всего повидала, что, может быть, и вам расскажет. Мне повезло. И однажды Амазонка поведала мне о том, что такое лисья свадьба. Говорят, как гора с горой не сходится, так и леса с волком никогда не сойдутся. Веками враждуют между собой. То серый без уха останется благодаря рыжей хитрости, то кумушка без хвоста, благодаря острым волчьим зубам. Однако ж случилось непредвиденное. В один погожий весенний день собрала леса всех зверей на большой поляне и говорит. Друзья мои, настала мне пора замуж выходить. Кумушка я что надо, и умная, и красивая, и жениха подобрала себе, смелого и верного. Конечно, вы все догадались, что это волк. Пожали звери плечами. Переглянулись. Вроде не шутит кума-лиса. А та, зная себе, продолжает. Через неделю ждем вас на свадьбу, да что бы с подарками. Хочу, чтобы гулял весь наш лес. Лес Эфлуреште. В Бразилии лес отличается буйной растительностью, большим разнообразием деревьев, птиц и животных. Это тропический лес. Эфлуреште Трупикау. Лес одобрительно загудел. Всем хотелось погулять на такой необычной свадьбе. Шутка ли? Леса с волком женятся. Поудивлялись и стали думать о подарках. Дикий лесной кот вспомнил, что от дедушки ему осталась широкополая шляпа, которая наверняка пригодится волку. Обезьяна-мормозетка решила подарить молодоженам клетку для говорящего попугая. Королевский гриф наловил с дюжину лягушек и засунул их в подарочную упаковку, которую соорудил из огромных листьев банана. Только царь леса Ягуар не торопился с подарком. Он знал, что кума сама прибежит к нему с какой-нибудь просьбой. Ха, и не ошибся. Многоуважаемый Ягуар, не могли бы вы сделать так, чтобы в день нашей с волком свадьбы светило бы солнце? Спросила лиса. Солнце. Усоу. Выглянув в окошко, бразильцы говорят, «Ожи у джи иштайн солай раду», что значит «сегодня солнечный день». Солнце? Отвечил Ягуар. Ну, пусть будет так. Ой, и свадьба будет яркой, похожей на карнавал. Все будут танцевать и качаться на лианах, а птицы будут летать над нами и обмахивать нас крыльями, как веером. Обрадовалась лиса. «Неужели ты, Ягуар, столь могущественный, что можешь управлять погодой?» Лиса с почтением присела, потом поклонилась, потом опять присела. «Ну, ты еще спрашиваешь», ответил Ягуар. «Но знаешь ли ты, кума, что вообще-то выходить замуж лучше при другой погоде? Хорошей приметой в нашем тропическом лесу считается праздновать это событие в дождь». Дождь по-португальски «эшувэ». В тропических лесах Бразилии часто идет сильный дождь. Местные жители в такую погоду говорят «Ожи штан где дешувэ», то есть «сегодня дождливый день». «Жениться в дождь?» Лиса не ожидала такого подвоха. Чего-чего, а тропический ливень на свадьбу совсем не входил в ее планы. Конечно, перечить грозному Ягуару было опасно, но лиса не была бы лисой, если бы не нашлась, как схитрить. «Послушай, царь леса, я знаю, что ты можешь все. Так сделай же, чтобы и солнце, и дождь были одновременно». И Ягуар пообещал. В день свадьбы, в самый разгар торжественной церемонии, с яркого синего неба, на котором светило солнце, вдруг полил тропический ливень. Нет, вы не подумайте, дождь не редкость в этих краях, но только вот солнце, оно и не подумало прятаться, а продолжало так же весело сиять на небе. С тех пор так и повелось. Если в Бразилии идет дождь и одновременно светит солнце, то говорят, «О, у нас опять лисья свадьба». Повторяем, запоминаем. Сегодня мы с вами узнали, как в Бразилии называют тропический лес. В ясный погожий день бразильцы, выглянув в окошко, говорят «Ожи штаун джия эй солэ раду». Что значит «сегодня солнечный день». А сегодня дождливый день. «Ожи штаун джия джи шувэ». Сказки народов мира. О чем молчит Амазонка. Бразильские истории.